На первый взгляд, обычный воскресный день в парке Пролетарского района. Любители неспешных прогулок, хозяева, выгуливающие своих четвероногих питомцев, велосипедисты, спортсмены, вышедшие на пробежку. А между тем, большинство из бегунов наматывают по асфальтовым дорожкам уже не первые десяток километров. Это участники традиционного пробега «Испытай себя», который ежегодно в конце сезона проводится клубом любителей бега «Одержимые». Те спортсмены, которые преодолевают дистанцию свыше 10 километров, вышли на старт на полтора часа раньше основной группы. Остальные участники, которые решили испытать себя на дистанциях покороче, стартуют большой и дружной группой. Для них этот пробег в первую очередь большой спортивный праздник, возможность активно провести выходные и отметить сразу две памятные даты – 35-летие основания клуба «Одержимые» и 20-летие пробега «Саранск-Хельсинки». Пробег – это очень интересно было. Мы с 1500 километров за 10 дней пробежали эстафетой. И на следующий день в Хельсинки был день, там неделя спорта была, мы участвовали в этой неделе спорта. И через день мы бежали в городе «Форсу-Марафон», где даже двое участников очень прилично выступили. Среди участников пробега и школьники, и ветераны, в том числе участники того самого исторического пробега «Саранск-Хельсинки». Всего около 40 легкоатлетов. В сумме они в этот день пробежали более 600 километров. В соревнованиях среди женщин победу одержала Елена Гордеева, пробежавшая 25 километров 600 метров. Второе место заняла чемпионка Европы по кроссу среди ветеранов Татьяна Меркулова. Ее результат – 22 километра 400 метров. Сама спортсменка вовсе не расстроена тем, что первое место досталось не ей, а наоборот довольна результатом. Ведь такие длинные дистанции она уже давно не бегала. Я даже не рассчитывала на 7 кругов, думала про бегу 5. Давно не бегала так долго, потому что готовилась на чемпионат России среди ветеранов, бежала более короткую дистанцию, поэтому слишком длинные кроссы были ни к чему мне. Так что сегодня я довольна. Третье место среди женщин заняла Александра Шестеркина. Она также, как и Татьяна Меркулова, пробежала 22 километра 400 метров. Однако затратила на это немного больше времени. У мужчин безоговорочным лидером соревнований стал уроженец Рузаевки, проживающий сейчас в Мурманске, Максим Цабарев. Он единственный из всех участников соревнований смог преодолеть дистанцию 50 километров. Второе место занял Василий Тагаев, который пробежал 30 километров. Организаторы особо отметили участника, завоевавшего третье место. Это 13-летний ученик 31-го лицея Алексей Савинов, которому, несмотря на юный возраст, также покорилась 30-километровая дистанция. Анастасия Мишкина, Павел Толобаев. Наши новости.